Книжкова Толока Три десятка издательств и сотни гостей. Цель фестиваля, говорят организаторы, показать, что читать это модно. Я в прошлом военный, но я считаю, что оружие это не то, чем решаются проблемы. Когда работает оружие, это уже последствия того, что власть много говорила о культуре, но ничего не делала в этом направлении. Мы провели три таких фестиваля в Запорожье, теперь Мариуполь, планируем также двигаться и далее. Ты чуешь мои смолоскипы? Так называется моноспектакль поэта, прозаика и музыканта Валентина Терлескова, который он представил на Толоке. В основе перформанса – стихотворение из его сборника «П'ята по ророку». Для меня это был эксперимент. Минимальный актерский опыт у меня был, я играл в свое время в студенческом театре. На собственные стихи, с одной стороны, легче, потому что ты знаешь, что хочешь сказать и донести со сцены. С другой стороны, сложно, ведь это исключительно мое авторское видение. И режиссура эмоций там минимальная. Я впервые познакомилась с этим автором. Для меня он стал прекрасным открытием. Даже купила его книжку. Более ста писателей на десяти локациях каждый час проводили литературные встречи. Мариупольцы могли выбрать книжные новинки по демократичным ценам. Мы приехали на Толоку большой компанией. Тут и организаторы Запорожской Толоки, и наши литераторы. Очень разные, очень интересные. Мы привезли новую книжную программу, которую напечатали в прошлом году. Очень приятно, что у такого необычного события, как книжная Толока, есть ценители в Мариуполе. После Мариуполя книжкова Толока отправится и дальше на восток. Следующее планируют провести в Славянске и Северодонецке. Марина Руденко, Илья Комаров, Анна Дмитриева, Мариуполь, UATV.